По всей стране по статистике потребление алкоголя падает. Вроде бы хорошая новость, но этой победе радоваться рано. Пить в России меньше не стали. Просто предпочтение теперь дается не качественным напиткам, а суррогатам. Косметические лосьоны, лечебные настойки, стеклоочистители бьют рекорды по продажам. Почему серый алкогольный рынок заметно перерос белый? И кто в этой войне победит? Обсудим сегодня. Это детали дня. Мы выходим в прямом эфире. Настойка боярышника, огуречный лосьон, самогон и домашние настойки на основе медицинского спирта. В 2015 году эти так называемые фунфырики заняли в структуре потребления россиянами крепкого алкоголя 65%. Это данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. В республике Коми проблема тоже не обходит стороной. Суррогаты были и остаются популярны. Ну а там, где есть спрос, есть и предложения. Подробнее в репортаже Эдуарда Бушуева. Здесь частная лавка, то есть в простонародье бар. И собирается молодежь, употребляет спиртное. Сыктывкарский участковый Михаил Мади участвовал в рейде с активистами народного контроля летом прошлого года. В так называемом баре в местечке лесозавод на полу пустые бутылки из-под пива. Торговлю боярышникам продавец не признает. Через 10 месяцев в этом заведении все та же картина. На витрине скромный ассортимент, в основном пива. Продажу крепкого спиртного продавец категорически отрицает. Она требует от нас показать разрешение, чтобы заглянуть за прилавок. Впрочем, следы распития крепкого алкоголя в этой закусочной, как в мусорном ведре, так и за барной стойкой. В стаканчике видно, что употребляли вот этот медовый люкс. Вот в этих стаканчиков. У вас так и есть бутылочки продажи? Нет. А откуда? Со своими заходят. А, со своими у тебя заходят. А вы их не выгоняете? Нет. То, что здесь вовсю продают спиртовые настойки, нам подтвердили местные жители, которые уже устали от этого, как они назвали, бич-бара и его клиентов. Особенно по утрам. Впрочем, и днём возле закусочной собираются нетрезвые граждане за очередной алкогольной порцией. Они скрывают свои лица при появлении телекамеры и даже обещают её разбить. Так, убери камеру, пожалуйста. Сергей, назовём его так, согласился поговорить с нами только на условиях анонимности. Он подтвердил, что покупал в этом баре спиртовые настойки. Что человек будет пить, у которого нет работы? У меня нет денег, честно, на бутылку водки иногда не бывает. Я прихожу сюда. Таких алкоточек по продаже суррогата в местечке лесозавод 5. Причём не везде продают из-под полы. В другом уже можно применить это слово «магазине». Знакомая медовая люкс стоит на витрине среди средств гигиены. 100 грамм стоит всего 20 рублей. На какое дно опускаются любители дешёвого пойла, мы увидели там же, на крайне лесозавода. Под норковой шубой, на деревянной кровати без матраса Андрей. Отличный плотник, отец своих детей, потерял работу, семью и надежду выкарабкаться из алкогольной трясины. Сейчас во всех бедах винит мать, которая единственная, заботится о нём. Ты, мама, давай сюда тоже, забирай всех людей и вылите отсюда. Во-первых, я потерял свою семью, потерял своих всех. Я всё из-за неё потерял. Но вам этот алкоголь помогает, этот боярышник или что-то вы пьёте? Я засыпаю и просыпаюсь, чтобы только её не видеть. Суррогат отравляет жизнь россиян уже не одно десятилетие. И всё это время государство пытается с этой проблемой бороться. Но нелегальные бутлегеры всё время находят новые лазейки в законодательстве. На смену чекушек трои пришли пятилитровые ёмкости, жидкости для рожек и костров. Бич последних лет, стограммовые лосьоны. Ноу-хау последнего времени, настойка боярышника в полиэтиленовой упаковке. Дёшево, сердито и ядовито. Чтобы понимать масштаб трагедии, мы запросили данные у Министерства здравоохранения Республики Коми. И выяснили вот что. 2015 год для нашей республики был относительно благополучным. Число смертей от отравления алкоголем сократилось почти вдвое в сравнении с 2014. Стоит отметить, что когда мы говорим об отравлении алкоголем, мы имеем в виду всё. Это и легальный алкоголь, и все спиртосодержащие напитки. Почему? Потому что распознать истинную причину крайне сложно. Для этого требуется масса экспертиз. Так вот, мы для сравнения взяли 2014 и 2015 годы. И можем видеть сейчас картину, но лидирует Сыктывкар. В 2014 году здесь количество смертей от алкогольных отравлений было 75. В 2015 – 48. Далее идёт Ухта – 28 и 23, соответственно. И меньше всех в Инте – 5 и 8. Если говорить в целом по республике, то за 2014 год цифра составляла 320 смертельных случаев от отравления алкоголем. И в 2015 – 194. На 2016 год данных пока нет на начало этого года, но медики уже свидетельствуют, что динамика поползла вверх. Это значит, что люди не перестали пить. Они пьют, продолжают, и борьба с зелёным змеем продолжается до сих пор. Потому что самое страшное – пьют-то теперь всякий суррогат. Как с этим бороться, обсудим с гостем моей студии. Сегодня это Валентина Жиделева. Валентина Васильевна, добрый день. Добрый вечер. Валентина Васильевна – заместитель председателя Госсовета Республики Коми и долгие годы возглавляла Общественный совет МВД по Республике Коми. Поэтому обсуждаемая нами сегодня проблема ей знакома, как никому другому. Мы выходим в прямом эфире. Телефон нашей студии 469060. Звоните, мы готовы выслушать ваше мнение. Валентина Васильевна, в нашем сюжете мелькнули архивные кадры. Это лето прошлого года, где вы тоже принимали участие, рейд, полисы, заводов. И там конкретно было видно, что торгуют всякими фунфыриками так называемыми. Мы выехали вчера туда, и ситуация-то в общем-то не поменялась. То есть прошло полгода, а воз и ныне там. Вот почему ситуация не меняется, а всё становится только хуже? Ну, я хочу сказать, что увидела действительно себя в съёмках, которые были летом этого года. Прошедшего года. И докладываю вам, что эти случаи не остались незамеченными. Вот практически с первого дня я занимаюсь этим вопросом. Мы очень плотно работаем и с нашими участковыми. Он тоже выезжал сейчас с Эдуардом Бушуевым. Обратились в структуры, которые контролируют эти процессы. И могу сказать, что касается этого заведения так называемого, то здесь я получила несколько ответов от наших контролирующих органов. Но я думаю, что это ещё далеко не конец. Мы будем дальше разбираться. Потому что в данной ситуации индивидуальный предприниматель, который проживает в своём доме, так скажем, прикрывается теми документами, которые она получила в качестве именно индивидуального предпринимателя. Но лицензии на продажу алкоголя у неё нет. Конечно. Ну, там, допустим, алкоголя не было, там было пиво, на которое не требуется лицензия. Но дело в том, что... Вот я как раз обращаю внимание правоохранительных органов на это, что факт регистрации индивидуальным предпринимателям не является разрешением того, что я в собственном доме могу открыть то, что я хочу. Нет, ну вот смотрите, я понимаю, предприниматели, они нацелены на прибыль. Алкоголь, продажа алкоголя приносит им прибыль, да? Но вот вы выезжаете в рейды, вы всё равно ведь пишете письма в различные инстанции. Полгода проходит, ничего не меняется. Почему? Для них наказание такое несерьёзное, кстати, какое оно? Или в чём? Дело в том, что вот те письма, которые мы получили, там как раз указано на то, что это индивидуальный предприниматель. Вот теперь мы, что называется, копаем дальше. И я думаю, что мы всё-таки добьёмся того, что это нарушение налогового законодательства, а не просто правил ведения торговли, которое, ну, никакой критики вообще не выдерживает. А сколько, какой штраф вообще, каково наказание вот для частных предпринимателей за продажу вот такой нелегальной продукции? Есть какие-то? Ну это, так дело в том, что это вообще то заведение, которое вы показали, оно не числится как вообще. Вы знаете, как происходит, что если есть зарегистрированный магазин или кафе, которое имеет все разрешительные документы, а по документам нет такого заведения, о котором вы сейчас показывали этот сюжет. То есть как закусочное, оно нигде не зарегистрировано. Что стоит нам туда, приехав, и это всё показать, то прямо всё это будет решаться. Не то-то было. Ну да, вот мы показывали ничего. К сожалению, я не знала о том, какие вы будете показывать сюжеты, и не принесла ту папку переписки, которая у меня есть с нашими контролирующими органами, именно по этому факту. Но мы работаем. Ну вот на ваш взгляд, с чем связан вот этот суррогатный всплеск? Понятно, что люди всегда пили и, наверное, пить будут. Но почему именно сейчас пользуются такой популярностью вот эти так называемые фунфырики? Дело в том, что это не ситуация сегодняшнего дня. Вообще-то, вот я, ещё будучи депутатом городского совета, всё это начиналось, и мы знаем, кто там торговали по нашим отдалённым посёлкам, предприниматели. Вообще-то, всё, что касается, как вы называете, фунфырики, это, так скажем, история с бородой. Они были. Может быть, мы с вами так остро не ставили вопрос, пока вот не было этих рейдов и пока не было того всплеска отравлений, который мы сегодня по статистике с вами видим. Наблюдаем. А вообще, вот это просто жуткая ситуация, когда это запаковывается сегодня, чтобы было дешевле, в пластиковые бутылки. Но могу сказать, уже то, что мы видим сегодня на прилавках, я так почти могу утверждать, что это продукция, которая была выпущена до 2015 года. Почему? Потому что сейчас вступают в силу новые правила фасовки таких продуктов, и они будут разливаться только в ёмкости не более 25 мл, и тогда их цена в расчёте на 100 грамм алкоголя, как сегодня, она может возрасти кратно. И тогда те люди, которые сегодня предпочитают употреблять эти настойки, так называемые, они, ну, очень хочется верить в то, что откажутся от этого. Хотя бы будут употреблять алкоголь, который прошёл, ну, какую-то качественную, так скажем, экспертизу. Ну, вот вы говорите, что ситуация с бородой, действительно, популярность этого химического напитка велика настолько, что продажи превращаются в прибыльный бизнес для тех, кто считает, что деньги не пахнут. Так, на днях в Инте оперативники накрыли склад, где обнаружили 9 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Подробнее в нашем видео. Вот этот лосьон косметический мы купили в одном из магазинов города Стывкара за 20 рублей. В составе его спирт указан. Часто ли вы сталкиваетесь в своей работе с последствиями употребления вот таких вот суррогатных спиртов? На данный момент я вижу, в общем-то, флакончик, в котором в большей степени это спирт 75-процентный. То, что он лосьон косметический, ну, я, наверное, сомневаюсь. И предположу, что изготовление данных настоек, лосьонов, которые в количестве, в огромном просто имеются у нас в торговле, и боярышника, и других, они направлены в первую очередь на то, чтобы люди, зависим от алкоголя, за малые деньги приобретали суррогатный алкоголь. И поэтому говорить о том, вреден он или не вреден, не приходится, тут мнение однозначно. Эти напитки являются суррогатным алкоголем, и они крайне негативно влияют на организм человека. В борьбе, допустим, с этим, я думаю, когда речь идет о настойках боярышника или еще что-то, если говорить, что это лекарственный препарат, ну, рецептурно тогда. Давайте ограничим выпуск по объемам, не 100 миллилитров, а миллилитров 30-25. То есть даже тот же самый настойка боярышника, если руководствоваться его лечебной целью, то там при сердечных заболеваниях каких-то там рекомендуется по 20-25 капель в сутки принимать. То есть достаточно флакончиков 25-миллиметрового. Надобности в 100 миллилитров нет. И отсюда сразу же мы увидим, что будет спад на его приобретение, на популярность, что ли, скажем. Вот это было мнение наркологов, да, как раз, в принципе, то, о чем вы сказали. Они выступают за то, чтобы как раз сократить дозировку выпуска вот подобной продукции. На ваш взгляд, это действительно бы решило проблему? Или может быть вообще повысить цены на все эти спиртовые напитки? Ну, повышение цен, это тоже не всегда выход, потому что еще чем-то более страшным могут заменить. Но все, что касается, вот прозвучало ключевое слово тоже, если нужно как лекарство, то это рецептурный, по существу, отпуск в аптеках, в специализированных заведениях все-таки, да, а не так, что сегодня, как в каждом киоске. А вообще хочу сказать, что, может быть, вообще в России надо задуматься над тем, а нужно ли в таком количестве нам спиртовые настойки вообще в аптеках продавать. Потому что, ну, многие сегодня бывают и за рубежом и видят, что ни в одной аптеке мы никогда не купим настойки, которые бы производились на спирту. Только водные, там капельки, все что угодно. А уж если есть, там даже вот, ну, корвалол тоже не выпускается, но там волкордин, допустим, в той же Германии. Это все по рецепту. То есть можно проработать какие-то аналоги, которые были бы... Опыт есть, и по ограничению времени продажи. Кстати говоря, я хочу сказать, что наша республика, ну, так скажем, была одним из инициаторов ограничения времени продажи алкоголя. То, что мы с 23-х, имея на федеральном уровне законодательства, наш государственный совет проработал, и сегодня, вы знаете, что у нас до 22-х... У нас есть, ну, вот так называемые дни трезвости, да, когда... Поехали, еще с вами поговорим. ...мы вообще не продаем алкоголь. Мы выходим в прямом эфире, телефон нашей студии 46-90-60, и у нас есть звонок. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый вечер, мы слушаем вас, вы в эфире. В Государственной Думе, в Государственной Думе, фракция КПРЭ, давно предлагала вести государственному напосту на производство обиноводочной продукции и продажу. Этим самым, этим самым сохраним здоровье многим людям. Вот вы же сейчас подделывают даже элитный алкоголь. И дополнительные деньги в бюджет пойдут. И плюс к этому, что сейчас делается, ограничение по времени продажи, и плюс государственная монополия, это сразу даст эффект. Хороший эффект бы это, да, возможно, принесло. Спасибо, мы поняли вас. Вы в курсе, на какой стадии сейчас находится этот вопрос? Мы, когда с вами обсуждали, что какие-то могут вопросы возникнуть, я все-таки хотела сказать о том, что те рейды, которые мы проводили, в том числе и с активистами так называемого проекта «Контроль партии «Единая Россия». К сожалению, я, вот уважаемый наш зритель, позвонил и сказал, что вот в Думе там где-то КПРФ, к сожалению, вот в своем регионе я никогда на этих рейдах не видела из другой очень, как бы, для меня тоже партии, с которой мы готовы сотрудничать. А то, что касается монополии, а то, что касается, ну, в принципе, она у нас есть монополия на алкоголе. Все, что касается вот этой системы акцизных марок, это как раз государственное регулирование оборота алкогольной продукции. То есть о каком еще, о какой еще монополии можно говорить? Другое дело, что мы, наверное, не до конца, и вот эти факты с суррогатным алкоголем можем иметь те действенные механизмы, которые бы регулировали вот этот рынок и контролировали бы, да, монополию государства. Но вот вам вообще не кажется, что на сегодняшний день такая популярность суррогатного алкоголя связана с тем, что народ у нас сейчас бедный, у нас действительно непростая экономическая ситуация сейчас в стране, и, может быть, люди и предпочли бы пить хороший качественный алкоголь, но у них на это просто денег нет. Вы знаете, вот я бы не согласилась с тем, что именно вот та кризисная ситуация, о которой сегодня там очень мы много о ней говорим, она подталкивает вот к этому суррогатному алкоголю. Дело в том, что если человек не пил и если он занят тем, чем должен заниматься ответственный гражданин нашей страны, нашей республики, у него есть семья, у него есть обязательства перед своими детьми, которых он воспитывает, разве бы он думал о суррогатном алкоголе? Вот здесь уже мы с вами, наверное, должны говорить совсем о других задачах, которые мы должны с вами решать как цивилизованное общество. Тем не менее, суррогатный алкоголь действительно очень популярен, я прошу все-таки сейчас включить наш репортаж из Инты и показать, как буквально недавно оперативники накрыли склад и обнаружили там 9 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. На этих кадрах спецоперация полиции в Инте. Борцы с экономическими преступлениями выявили в центре города нелегальную точку, где торговали суррогатным спиртом через специальное окошечко металлической двери. При появлении стражей порядка нелегальные торговцы забаррикадировались. Пришлось вызывать МЧС с пилой болгаркой. Силуики обнаружили в коробках и упаковках более 3200 литров лосьона косметического медовый люкс, 2500 литров тоника медового, более 3000 литров медицинского спирта и 75 флаконов спиртосодержащей жидкости «Боярышник». Данный склад-магазин находился прямо в центре города. Имел круглосуточный график работы. То есть торговля не прекращалась ни на минуту. Менялись только продавцы. Один отработал смену, пришел на смену другой. Проходимость по нашим приблизительным подсчетам около 200-300 человек в сутки. Реализация шляется подпольно, без какой-либо легализации, без пробития кассовых чеков, без уплаты налогов. На складе было четверо мужчин, в том числе индивидуальный предприниматель, которого силовики подозревают в организации торговли. Впрочем, сам бизнесмен по накладным нигде не проходит и свою причастность к торговле полностью отрицает. Дескать, случайно в гости зашел. Полицейский его славам не верит, поскольку торгует различным алкоголем интинский коммерсант далеко не первый год. С 2015-го он проходит по делу о хранении и перевозке в целях сбыта большой партии подпольно-кировской водки. Не исключено, что и за последнюю партию 9 тысяч литров спиртового суррогата его также привлекут к уголовной ответственности. Да, цифры, конечно, жуткие, 200-300 человек в день. Но вот смотрите, во всем мире, в принципе, основной принцип регулирования рынка алкоголя, да, это доступность легального качественного заводского алкоголя. У нас, в нашей стране, качественный заводской алкоголь в 5-8 раз дороже. Почему? Почему мы не идем по пути этого удешевления? Тогда хотя бы народ не будет родиться. А вы уверены, что тот алкоголь, который в 5-8 раз дороже, он качественный? Прежде чем к вам прийти, я сегодня побеседовала со многими предпринимателями, которые имеют отношение в том числе к торговле с алкоголем. Ни один из них не сказал, что тот дорогой алкоголь, который сегодня находится на прилавках наших магазинов, является стопроцентно качественным. Как же тогда отличить? Дело в том, что вы же только что сейчас показали сюжет о том, что подпольная водка была привезена, там еще из Кирова. Наклейки-то любые нам с вами наклеить. Конечно. И, честно говоря, я как ответственный потребитель этой очень своеобразной продукции, сомневаюсь в том, что... Покупаете настоящие легальные? Конечно. Я, например, 10 раз проконсультируюсь, прежде чем купить бутылочку хорошего красного вина. Откуда оно? Какие мне дает продавец гарантии того, что оно качественное? Я всегда говорю, что если со мной случится что-либо, я к вам приду, и вам мало не покажется. Мы выходим в прямом эфире. Телефон нашей студии 469060. И у нас есть звонок. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер. Это Состорожевска вас беспокоит. Очень приятно. Вот вы сказали, что надо организовать рецептурную выдачу боярышника из аптеки. Нет, зачем? У нас, например, он подается в промтоварных магазинах в любое время. Вот. И по расписанию, например, магазин должен работать с 9 часов, с полвосьмого идет бойка торговля боярышником. Да, нам известно. Так что аптека тут уже ни при чем. Спасибо большое. Да, мы поняли. В каждом селе так. И ничего сделать не могут. Мы вообще в шоке. Спасибо большое. А что могут сделать? Вот, допустим, на уровне муниципалитета или на уровне нашего региона? Что можно сделать? Может быть, договориться с предпринимателем? Потому что есть такой опыт, да? Ну, есть такой опыт. И в нашем регионе неоднократно были такие договоренности на уровне муниципалитетов, определенных муниципальных поселков, поселений, когда контролировали эту ситуацию. И, насколько я знаю, сегодня, по-моему, у нас несколько муниципалитетов такие договоренности имеют. То есть само руководство, муниципалитет выходит на предпринимателей. Да. Нетерпимость к этому должна быть со стороны всех. Потому что, как бы там ни было, мы с вами вот сегодня говорим об этом, что это плохо, но завтра тот же продавец, который заступает в ларек работать, вот когда я участвую, я говорю, а вы не боитесь, что завтра ваш ребенок придет? Придет в другой магазин. И другая тетя, которая не задумывается над тем, что это такое она продает, вашему ребенку в руки это даст. Вот нетерпимость должна быть, и мы ее должны воспитывать каждый день, в том числе антирекламой всему этому. Согласитесь, что, посмотрите, любой фильм, который у нас идет, это бесконечное употребление в очень красивых бутылках вот этих всех жидкостей. А вот, кстати, по поводу красивых бутылок. Мы вот с вами до эфира говорили о том, что, к примеру, на табачных изделиях везде написано, это приведет к раку, к импотенции. И ни на одной бутылочке красивой этого нет. Вот добилось же общество того, чтобы... Вот давайте сегодня, во-первых, посмотрите, какие пачки стали. Там раньше такие красивые были, привлекательные. Сегодня уже этого нет. Конечно, картинки-то устрашающие. Давайте как-то вот и в этом направлении тоже двигаться. Ну, вот это вам идея для того, чтобы обсудить госсалит. Да, и я думаю, что мы обсудим. И такие надписи о том, что алкоголь вредит вашему здоровью, многократно больше, чем, наверное, даже табак, потому что это разрушает все. Это разрушает личность, это разрушает семьи, это вообще угроза национальной безопасности. Ну, государство, конечно, какие-то меры пытается предпринимать. По крайней мере, вот сейчас, с 1 апреля, все точки продажи алкоголя, в том числе общепит, обязаны подключиться к единой государственной автоматизированной информационной системе. Что это такое? По сути, это огромная база данных, в которой содержится вся информация обо всей алкогольной продукции, производимой на территории России, либо ввозимой из других стран. В этой базе содержится информация о составе, производителе, крепости, объеме каждой выпущенной или ввезенной бутылки. Главная цель внедрения этой системы – это как раз необходимость сократить количество контрафактной продукции. Но, во-вторых, внедрение ЕГАИС призвано обеспечить прозрачность и единый контроль на всех циклах и этапах производства, продажи каждой бутылки алкоголя. Готовы ли местные предприниматели к работе по новым правилам? И сможет ли система реально перетянуть чашу весов с контрафакта на легальную продукцию? Об этом мы расскажем после рекламы. Итак, с 1 апреля все точки продажи алкоголя, в том числе общепит, должны будут подключиться к единой государственной автоматизированной информационной системе. Что это нам даст и позволит ли это нам действительно сократить количество контрафакта? Мы спросили у Сергея Усачева, экс-руководителя службы по лицензированию Республики Коми. Давайте послушаем его комментарии. Безусловно, мы все понимаем, что на 100% избавиться от оборота нелегальной алкогольной продукции нельзя. Вот пример свежий, который в интернете недавно был озвучен. Это задержание петербургского миллиардера Михальченко, который занимался ввозом на территорию Российской Федерации нелегальной алкогольной продукции. Под видом, причем контейнера приходили под видом каких-то строительных материалов. Это реально то, как возможно попадание алкоголя, минуя эту систему на алкогольный рынок. Я, наверное, не открою тайны, если скажу, что в интернете висят предложения о покупке такого алкоголя, и никто не прячется. Поэтому парадоксальная ситуация у нас существует система, причем она открытая, говорящая о том, что мы нелегально торгуем нелегальным алкоголем, а те, кто обязаны принимать меры, почему-то их не принимают. Поэтому, с одной стороны, конечно, нужна вот эта система ГАИС, безусловно, нужна. С другой стороны, жесткое отношение к тем, кто, не стесняясь, торгует вот такой нелегальной алкогольной продукцией. У нас в республике Коми, ну, скажем так, на сегодняшний день, значит, 88% тех, кто имеет лицензию на наручную продажу алкогольной продукции, подключены или имеют возможность фиксировать в этой системе вот эту, скажем, самую покупку. Валентина Васильевна, Вы считаете, вот эта система, это не очередная какая-нибудь бюрократическая заморочка? Потому что ГАИС, в принципе, это пытаются ввести уже с 2006 года, по-моему. И все никак не получается, там постоянно какие-то сбои. Нет, конечно, это хорошая система, и мы будем надеяться, что она будет работать. Кстати говоря, такая же система сегодня у нас введена с продукцией наших лесных предприятий. И мне это очень знакомо, поэтому я думаю, что это хорошая система. И мы будем все вместе с Вами отслеживать, как она работает. Кстати говоря, Сергей озвучил, что, Сергей Анатольевич, что 88%, ну, вот в среднем по стране сегодня все, сегодня 31 марта. Последний день сегодня, да, подключение этой программы. Последний день, когда точки, которые не подключились. И я вот принесла все новостные ленты сегодня, пестрят этой информацией. Ну, и в среднем по стране называется, что где-то 10%, вот как вот идет в заголовке, там, каждый десятый магазин лишится возможности торговать алкоголем. Ну, вот на Ваш взгляд, вот, допустим, маленькие магазинчики. Я понимаю, что город, большие какие-то сетевые магазины, они себе это могут позволить. А маленькие магазинчики в тех же селах, к примеру, где нет интернета, а эта система, она предусматривает наличие интернета, они-то как будут работать? Не получится ли просто так, что они, в принципе, перестанут продавать легальную продукцию, а начнут продавать вот тот же самый контрафакт? Ну, сразу позже не начнут. А вот здесь вот пусть предприниматели, которые хотят торговать в этих отдаленных селах этой продукции, пусть позаботятся о том, чтобы там был интернет. В том числе на те хорошие деньги, которые они выручают. Мы выходим в прямом эфире, телефон нашей студии 469060, и у нас есть звонок. Алло, добрый вечер. Алло, мы слушаем вас, вы в эфире. Алло. Не слышно, но, может быть, попозже чуть-чуть. Мы, на самом деле, у наших телезрителей, тоже мы их подключили к этой беседе, и в нашей социальной сети ВКонтакте, мы провели такой опрос на тему, как бороться с алкогольными суррогатами. Я попрошу сейчас нашего режиссера вывести данные, которые мы получили. Варианты ответов мы предложили следующие. Во-первых, ужесточить наказание продавцов. Затем, запретить производство и продажу любых спиртосодержащих товаров. Ну, то есть мы не имеем в виду алкоголь, а это как раз те самые напитки, это как раз те самые лосьоны и стеклоочистители. Затем, сделать легальный алкоголь дешевле. Ну, и ваш вариант в комментариях. Ну, вот вы, в принципе, сейчас на экранах видите результаты. Основное – это ужесточить наказание продавцов. Ну, действительно, на самом-то деле у них наказание просто копеечное. Это капля в море. На первый раз, по-моему, им там дают 500 рублей штраф, потом 600. И максимальное – это 2 тысячи. Они эти деньги зарабатывают за один день торговли. Затем, 24% запретить производство и продажу любых спиртосодержащих товаров предлагает. Ну, и сделать дешевле легальный алкоголь – 26%. Но на самом деле, Валентина Васильевна, ведь алкоголизм – это болезнь, которую нужно действительно лечить. Люди эти нуждаются в медицинской помощи. У нас на сегодняшний день в нашей стране и в нашей республике тоже есть три, по сути, методики. Это кодирование, это торпеда и спираль. И все они основаны на эффекте плацебо. У нас нет специальных учреждений каких-то, кто занимался бы лечением этих людей. И у нас нет какого-то государственного реабилитационного центра. Хотя разговоры о нем ведутся уже очень давно. Вот на сегодняшний день какова ситуация с этим вопросом обстоит? И как-то этот вопрос поднимается на законодательном уровне? Конечно. В первую очередь его поднимают наши правоохранители, которые, к сожалению, один на один сталкиваются с последствиями того, что мы сегодня видели. После того, как закрыли вытрезвители и было предложено организовать так называемые койки для тех, кто нуждается в помощи в стадии алкогольного опьянения на базе наших лечебных учреждений, мы знаем, что этот проект провалился. И сегодня эти граждане, чтобы они не замерзли, чтобы они не попали в более сложную жизненную ситуацию, оставаясь на улице, куда везут? В наши приемники, в наши, опять, участки полиции. Да, полицейские. Где они просто полежат по сути день. Которые, я хочу подчеркнуть, не приспособлены для того, чтобы там находилась эта категория граждан. Это усугубляет работу наших полицейских. И в то время, когда они, может быть, более нужны для того, чтобы поддерживать порядок на улицах, в местах пребывания наших граждан массовых, они нянчатся с этой категорией граждан. И мы, сократив расходы, вот как бы все на это, получаем вот такой отрицательный эффект. Поэтому, безусловно, рассматриваются эти вопросы. Я очень надеюсь, что мы законодательно это решим. Такие заведения обязательно будут восстановлены. Ну, а сегодня, особенно вот наши сельские районы, где эта проблема действительно стоит очень остро, все чаще и чаще вспоминают о тех ЛТП, лечебно-трудовых профилакториях, которые были, и которые тоже занимались реабилитацией граждан, которые, ну, по существу, больны сегодня. Они сами не справятся. У нас есть, на самом деле, ведь коммерческие фонды, которые занимаются реабилитацией, да, таких людей. Их очень мало. Их, во-первых, очень мало, и, во-вторых, они говорят, что, на самом деле, реабилитация таких людей, это очень сложно. Потому что у них, ну, какой-то сдвиг такой происходит в психике, что люди, в принципе, считают, что у них все нормально, что они не нуждаются ни в какой помощи. Ну, вот, тем не менее, да, Руси веселье есть питье, а без этого ей не жить, и так говорил еще князь Владимир. И мы как-то свыклись с тем, что потребление алкоголя, да, в большом количестве, это наша такая национальная особенность. Но, тем не менее, среди деревень есть даже такие, где, казалось бы, пьянство норма, а есть такие, где царит сухой закон. Вот об одной из таких деревень, называется она Макарыб, находится она в Ударском районе. Мы снимали репортаж, ну, более, наверное, уже 10 лет назад. И тогда в один момент жители всей деревни решили вести трезвый образ жизни. Их, конечно, немного, этих жителей, там, порядка 50-60 человек. Ни грамма спиртного. Соседи, соседние деревни были уверены, что Макарыб не пьет от безденежья. Мол, ну, вот просто не на что им пить. Но практика-то показывает, что тот, кто хочет, тот деньги на выпивку всегда найдет. И если в Макарыбе не пьют, значит, это решение осознанное. Сегодня мы по скайпу связались с жителем Макарыбы, Иваном Митиным. Давайте узнаем, как у них обстоят дела сегодня. Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы слушаем вас. Иван, ну, вот более 10 лет назад, да, мы приезжали к вам в деревню, снимали вас как образец такой трезвости. Вот скажите, как вы живете сегодня и удается ли вам вот это поддерживать, вот эту норму? Ну, как сказать, да, все таки продолжаем жить трезво. То есть в деревне никто не пьет? В деревне никто не пьет. Ну, когда, как бы сказать, здесь я, да, в деревне, ну, там не пьют в основном, в основном, когда я там бываю. Что же вы такое делаете, что когда вы бываете, никто не пьет? Да, да, да. А в остальное время? В остальное, ну, не скажу, что там пьют сильно. А в чем секрет? Почему в вашей деревне удалось вот вести такой трезвый образ жизни? Сколько, кстати, сейчас человек там живет у вас, проживает? Я вот точно не могу сказать, сколько там человек сейчас проживает в данный момент, если честно. Ну, где-то 60, где-то в порядке 60 человек точно живет. Секрет-то в чем? Есть какой-то секрет? Секрет? Ну, я не знаю, в чем секрет. Ну, наверное, просто осознание жизни, что хоть надо подумать головой, прежде чем, ну, как бы пить, пить и... Спасибо, Иван, мы поняли. Спасибо большое. На самом деле есть ведь примеры, Валентина Васильевна, есть примеры хорошего, здорового, трезвого образа жизни, когда целая деревня принимает такое решение вот на протяжении жизни. Это удивительно, и я вам сейчас отвечу на тот вопрос, который вы задавали Ивану. В чем секрет? Дело в том, что, занимаясь этим не первый год, я общалась со многими, и в том числе с историками. И я сегодня вам принесла историческую справку. Очень кратко тогда. О том, что было. Так вот, архивные документы свидетельствуют, что в 17 веке жители многих коми-волостей, вот это так, как записано в ведомостях, долго и упорно сопротивлялись открытию питейных заведений. С 1648 года, 11 лет назад, крестьяне Ударской волости боролись с тем, чтобы не открывали так называемые кабаки на их территории. И что вы думаете? Немало, немного в 1650 году выходит указ царя о том, чтобы не открывать питейные заведения в Ударской волости. А вместо этого крестьяне добровольно собирали сумму, равную тем, примерно, акцизам, которые бы получали в продаже алкоголя, и в казну перечисляли по тем временам 100 рублей в год. И чуть позже к ним присоединились крестьяне из Сысольской волости. Так вот, я хочу сказать, что я думаю, что Удара помнит еще о тех начинаниях замечательных. Это, вероятно, родовые села, которые есть. И вот, пожалуйста, прекрасный пример. Будем надеяться, что и другие муниципалитеты возможно присоединятся к такой инициативе. Опять же, вам идея для вашей работы. Спасибо. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня в студии «Детали дня» была Валентина Жиделева, заместитель председателя Государственного совета Республики Коми. Мы говорили о том, как бороться с суррогатами. Я на этом с вами прощаю. Завтра в 20.00 смотрите «Детали недели». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова